Илья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Разные эксперты по-разному оценивают ситуацию сейчас на рынке жилья. Так все-таки ждать или покупать сейчас квартиру? На сегодняшний день покупать можно. Цены действительно на первичный и вторичный рынок недвижимости, на квартиры, существенно снизили свои позиции, поэтому приобретать сейчас самое время. А снизились в связи с чем? Снизились по нескольким факторам. И общая ситуация в стране в целом. Я думаю, немало важны были аспекты внешнеполитические движения, ветры, которые дуют. Поэтому на сегодняшний день у нас покупательская способность несколько снизилась. Предложения растет, предложения много, поэтому выбор есть большой. И если отследить по выставляемым объектам, можно увидеть большой разбег в цене. Какую квартиру выгоднее покупать сейчас в новостройке или на вторичном рынке? Первичный рынок пользуется большим спросом сегодня, поскольку у нас и застройщики представлены в большом количестве, и они представляют большое количество объектов, и стройки разрастаются, и все возможные варианты размещения этих строек в том числе. Если раньше они в основном базировались в районе индустриальном, это был район новостроек, так называемый, на сегодняшний день, то сегодня присутствует смещение акцент на центр. Выборы очень огромные. Соответственно, наличие определенных условий, предлагаемых застройщиками, и ценовой диапазон, и варианты квадратных метров, то есть это и для молодых семей очень удобно, потому что квадраты позволяют, как сказать, и одна, двухкомнатные, различные габариты, различные планировки. Выбор шикарный. А касаемо вторичного рынка, здесь, конечно, несколько стало, скажем, печальнее. Вторичный рынок в любом случае продажи, он имеет свой процент, но он значительно снизился. Ну вот как раз, если говорить о ценах на квадраты, что выгоднее, однокомнатную, двухкомнатную квартиру или большие площади покупать? Здесь зависит, наверное, от желания, желания человека, то есть насколько они готовы, насколько у них семья сформирована, и они не хотят зависеть, допустим, от квартиры в наем или от жизни с родителями, с родственниками, они хотят свое, то вполне возможно, можно начинать и с однушки, в принципе, потому что разница между одна, двух и трехкомнатной квартирой, как правило, она фиксирована. Если брать первичный рынок, это в среднем 250-300 тысяч шаги, скажем, от одна до двух, от двух до трех, и они в любом случае, интервал этот, он сохраняется. То есть можно накопить деньги, пожить какое-то время, ну, определенные условия сохраняя, и купить двухкомнатную. Можно использовать привлечение ипотечных средств, и тогда нет необходимости, в принципе, ждать какой-то период и сразу приобрести двухкомнатную квартиру. Если говорить о тех семьях или отдельных гражданах, у которых, ну, немножко не хватает на квартиру, что сегодня предлагают банки или сами застройщики? Банки предлагают очень выгодные условия ипотечных займов, и на сегодняшний день, вот, озвучена на первичном и вторичном рынке ставка, средняя, она где-то около 10%. Ну, я не буду точно уточнять, потому что у каждого банка есть свои нюансы, свои преференции, поэтому здесь она варьируется. А в ходе акционных моментов, то эта ставка снижена ниже 9% есть. Конечно, там должны быть соблюдены ряд условий. Эта ставка, она зависит, соответственно, от суммы первоначального взноса, от срока кредита выдаваемого. Ну, и, в принципе, если там наличие определенных проектов, скажем, как у нас очень пользуются спросом зарплатные проекты, потому что они предоставляют тоже скидки. А что касается застройщиков, то, в принципе, они предлагают также определенную систему рассрочки платежа. Но, в принципе, 214 федеральный закон и договор долевого участия, он предусматривает долевые взносы в строительство жилого дома. Поэтому с застройщиком тоже можно все индивидуально проговорить. Каждый застройщик идет на контакт. Можно обсудить все в зависимости от твоих собственных приоритетов и как тебе удобно. Ну, естественно, следует понимать людям, что приобретая у застройщика с рассрочкой платежа, суммы платежей будут, естественно, другие. Они будут значительно выше, нежели чем кредитные платежи по ипотеке. Поэтому и сроки будут более сжаты. То есть там фактически год, ну, как правило, в течение года человек должен рассчитаться, если с застройщиком. Но, если говорить о строительстве, о развитии рынка недвижимости, то какие прогнозы можно дать на будущее? Строительство идет, строительство будет продолжаться. Созданные условия, они благоприятны для данного строительства, потому что спрос есть, люди покупают. И это прекрасно, это же говорит о том, что создаются новые семьи, рождаются новые люди, появляются новые настроения. Я считаю, это хорошо. Что касается цен на рынке недвижимости, я считаю, вполне возможно, падение, еще некоторое падение, конечно, не критично, но в пределах вполне возможно 10%. А я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии была директор одного из крупнейших агентств недвижимости Барнаула Юлия Мордовина. Спасибо.